Здравствуйте! Сегодня, вашему вниманию, хотелось бы представить лекцию по дисциплине судебная экспертология. Основная тема лекции у нас будет судебная экспертология как область научных знаний, форма судебной экспертологии, понятие экспертизы, понятие судебного эксперта и заключение судебного эксперта, также классификация судебных экспертиз. По первой теме судебная экспертология как область научных знаний на протяжении многих лет ученые проводят дискуссии о том, каким образом считать судебную экспертологию, либо ее выделять из криминалистики как отдельный раздел, либо вообще выделить ее как отдельную отрасль именно из криминалистики и, соответственно, вести ее на занятиях как отдельную дисциплину, то есть отдельным курсом. Если говорить о судебной экспертизе, это есть исследование данных уголовного, гражданского и административного дела. Вообще целью судебной экспертизы является более детальное исследование фактов, объектов. Особенно судебная экспертиза применяется при расследовании и рассмотрении разрешения в судах именно уголовных дел, потому что это как раз-таки является основной помощью для того, чтобы судья мог вынести законное и обоснованное решение суда, также для предварительного следствия рассмотрения дела дознавателем или следователем. И поэтому, насколько судебный эксперт будет компетентен в своих вопросах, насколько это его заключение будет обосновано именно на научных познаниях, будет зависеть окончательное решение, вынесенное судом. Более хотелось бы еще сказать о том, что о классификации судебных экспертиз. Для того, чтобы судебная экспертиза была проведена и назначена именно в том ракурсе, в каком она должна быть, и для того, чтобы было более удобно проводить судебную экспертизу, именно решили классифицировать ее по классам, видам и подвидам. Именно в нашей стране судебная экспертиза классифицируется по семи классам, а каждый класс еще подразделяется народой и видой. Центр судебной экспертологии именно был в Казахстане, образован в 1997 году, и первым руководителем этого судебного центра была Бычкова. Она также являлась автором учебного пособия, судебной экспертологии. Именно по данному пособию занимаются студенты юридического факультета. И хотелось бы сказать, что именно для чего вообще нужна судебная экспертиза. Судебная экспертиза проводится в целях именно тщательного изучения материалов дела, для точного обоснования деталей и материалов, те, которые требуют именно специальных научных знаний. И поэтому ученые обосновывают такую точку зрения, что именно судебный эксперт должен обладать не только практическими знаниями, но и теоретическими знаниями, а именно научными знаниями, так как это требует непосредственно те детали, которые при проведении экспертизы надо основываться именно на научных познаниях. Тема судебная экспертология как область научных знаний. Одним из теоретических вопросов, относительно которого до сих пор ведутся дискуссии ученых, является формулировка предмета судебной экспертологии, как самостоятельная отрасль незнаний и ее соотношение с экспертной деятельностью. Дискуссии среди ученых в отношении предмета судебной экспертологии начались с выделения ее как самостоятельной науки. Сначала в пределах криминалистики, как отдельным разделом, а затем отдельно от нее. Первым такую идею высказал ученый Винберт относительно разработки общей теории криминалистической деятельности. Такой же мысли придерживался и ученый Шляхов, но уже в выделении ее как самостоятельную науку из раздела криминалистики. Решающим этапом становления судебной экспертологии стали работы Винберга, Шляхова, Малаховской, которые определили судебную экспертологию как науку о формировании и развитии судебных экспертиз и закономерности исследования их объектов на основе специальных научных знаний. Дальнейшее определение предмета судебной экспертологии тесно переплетается с определением судебно-экспертной деятельности. Большинство ученых склоняются к мысли, что основной задачей экспертной деятельности является назначение и производство судебной экспертизы. Так, авторы учебника под редакцией Белкина определяют судебно-экспертную деятельность как систему действий, направленных к назначению и производству судебной экспертизы с целью установления фактических данных по конкретному уголовному или гражданскому делу. Ученый Аверьянова рассматривает экспертную деятельность как объект изучения целей и систему экспертной деятельности. Такой же мысли придерживается и ученый Юрий Сегай, который выделяет судебную экспертологию как отдельную науку о судебно-экспертной деятельности. Именно на началах деятельность органов государственной власти, юридических и физических лиц для обеспечения правосудия независимой, объективной, квалифицированной помощи, опирающейся на достижения науки и техники. Первая группа ученых в определении предмета судебной экспертологии основывается на фактиологическом подходе и считает объектом ее изучения экспертную деятельность. Идея ученых тесно отображается в работах Белкина, Виндберга, Шляхова, которые определяют судебную экспертологию как науку о закономерностях исследования объектов, то есть материальных носителей информации об обстоятельствах дела. Наука о судебной экспертизе отделилась от криминалистики благодаря накопленному опыту на протяжении многих лет практической деятельности. И это требует обобщения теоретических обоснований, то есть создания отдельной науки. Научные знания отображают объективные закономерности действительности и приобретаются путем познания объектов, процессов и явлений, взаимодействий и взаимозависимости, и содержащиеся в системе понятий, суждений и теории. Научные знания делятся на эмпирические и теоретические, как два взаимосвязанных уровня научного познания деятельности объектов и субъектов, процессов, явлений природы и общества. На эмпирическом уровне научные знания формируются путем обобщения методов и средств практической деятельности людей. Теоретический уровень знаний имеет общий характер и раскрывает внутреннюю сущность процессов и явлений, которые познаются. Между практическими и научными знаниями существует взаимосвязь, то есть единство. Эмпирические и теоретические знания дополняют друг друга, формируют содержание науки, расширяя и развивая ее. Именно судебная экспертология была обобщена в ходе экспертной деятельности при расследовании, прежде всего, уголовных дел. И, говоря таким образом о судебной экспертологии, можно сказать, что, по мнению ученых-юристов, судебную экспертологию рассматривает как систему знаний об определенных закономерностях и отделяет ее от экспертной деятельности. Итак, хотелось бы перейти к следующей теме, которая раскрывает понятия, то есть понятия судебной экспертизы, понятия судебного эксперта и заключения, то есть какую роль играет судебное заключение. Итак, судебная экспертиза — это исследование материалов уголовного, гражданского и административного дела, проводимое на основе специальных научных знаний в целях установления обстоятельств, имеющих важное значение для при рассмотрении и расследовании уголовного, гражданского или административного дела. Судебно-экспертная деятельность — это деятельность по организации и проведению судебной экспертизы, имеющая целью обеспечения прав и законных интересов лиц, являющаяся участниками уголовного, гражданского или административного процесса. Судебный эксперт — это незаинтересованное в исходе дела лицо, обладающее специальными научными познаниями, которому судом, следователем или дознавателем поручено производство судебной экспертизы. Судебный эксперт при заключении именно делает выводы по исследованию тех или иных материалов, то есть данных по поставленным вопросам перед судебным экспертом. И заключение судебного эксперта — это обоснованные выводы по вопросам, поставленным перед ним либо стороной гражданского процесса, либо судом, либо следователем или дознавателем, то есть лицом, который является инициатором проведения судебной экспертизы. Органы судебной экспертизы — это государственные учреждения, на которых возложены обязанности осуществления судебно-экспертной деятельности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Судебная экспертиза в целом является наиболее квалифицированной формой использования специальных знаний в уголовном и в гражданском судопроизводстве. Судебная экспертиза расширяет познавательные возможности суда или органов предварительного расследования, позволяя использовать в ходе досудебного производства по делу и его судебного рассмотрения весь арсенал научных средств. Целью является научное познание для получения нового доказательства в качестве судебного эксперта. Поэтому заключение судебного эксперта является важным доказательством для того, чтобы суд мог рассмотреть дело по существу и разрешить его. Поэтому роль судебного эксперта и экспертизы немыслима. Основанием для назначения судебной экспертизы являются те доказательства, которые неопровержимы и те доказательства, когда судья либо следователь при предварительном расследовании дела сомневаются в каких-то деталях. В данном случае есть такое понятие, как дополнительная и повторная экспертиза. Дополнительная экспертиза проводится в тех случаях, когда вызывают сомнения именно заключения эксперта, либо они не раскрывают полную суть поставленных вопросов перед экспертом. Дополнительную экспертизу может проводить тот же самый эксперт, но обращая внимание на те вопросы, которые недостаточно ясны или недостаточно обоснованы, указаны в заключении. Повторная экспертиза проводится в тех случаях, когда вызывают сомнения именно по компетентности судебного эксперта, либо есть явно выраженные нарушения процессуальных норм, процессуального законодательства, либо уголовного, либо гражданского. При проведении повторной экспертизы, она проводится комиссионно, надо отметить, и эксперт, который ранее проводил первичную экспертизу, он не имеет права исследовать эти данные, которые он ранее исследовал. Он единственно может присутствовать при производстве повторной экспертизы, давать пояснения по делу, но не имеет права участвовать в исследовании и не имеет права участвовать при заключении, то есть подписывать заключение эксперта. Именно зачастую повторную экспертизу проводится в тех случаях, когда на самом деле личность эксперта вызывает сомнения именно о его компетентности. Такие случаи у нас в практике встречаются часто. Мотивами несогласия с заключением эксперта наиболее часто являются еще такие, как сомнительность исходных данных. При рассмотрении уголовного либо гражданского дела могут быть выявлены новые обстоятельства дела, и поэтому для того, чтобы было заключение обоснованным, именно и вызывает необходимость о назначении повторной экспертизы. Также мотивами несогласия с заключением первичной экспертизы может быть еще ненадлежащее качество проведенного исследования. И наличие противоречий между исследованием и материалами дела, которые были представлены эксперту. В теории и практике судебной экспертизы неоднократно поднимался и другой немаловажный вопрос, как обязательно ли вообще назначение повторной экспертизы. Но поскольку повторная экспертиза не имеет ничего общего с первичной или с контрольной экспертизой, то все-таки назначение повторной экспертизы возможно, потому что судья является прежде всего инициатором для назначения повторной экспертизы, так как для вынесения решения ему все-таки необходимо иметь заключение, обоснованное на тех вопросах, которые были поставлены перед экспертом. И производство повторной экспертизы поручается комиссии экспертов. Эксперты, проводившие предыдущую экспертизу, могут, как я уже сказала, присутствовать, но не участвовать именно в проведении заключения эксперта. Теперь хотелось бы остановиться на классификации судебных экспертиз. Судебные экспертизы принято классифицировать по различным обнованиям. Итак, именно данная классификация имеет наибольшее важное значение как для уголовного, гражданского и административного производства, так и для организации деятельности судебных экспертиз. Экспертизы, которые проводятся судебным экспертом, центром судебной экспертизы Республики Казахстан, подразделяются на 7 классов. А каждый из этих классов подразделяется еще на роды, виды. Итак, Министерством юстиции, центром судебной экспертизы, хотелось бы перечислить эти классы. Первый класс — это класс криминалистических экспертиз, второй — это медицинские и психологические, третий класс — инженерно-технические, четвертый класс — инженерно-транспортные, пятый — инженерно-технологические, шестой класс — экономические и творческие, и последний — седьмой класс — это биологические экспертизы. Каждый класс, соответственно, делится на роды. Так, например, большое количество родов и видов предусмотрено в первом классе. Так, например, в первом классе именно криминалистические экспертизы — это экспертиза документов, экспертиза веществ и материалов. Вот экспертиза документов подразделяется также и на виды, то есть экспертиза почерка, экспертиза подписи, также авториадическая экспертиза. Экспертиза веществ и материалов также подразделяется на восемь видов. Это, допустим, экспертиза нефтепродуктов, экспертиза лакокрасочных материалов, металлов и сплавов и так далее. В третьем классе при роде экспертиз подразделяется на судебно-пожарно-техническую экспертизу, судебно-взрывотехническую и судебно-строительную. А строительная, в свою очередь, подразделяется на два вида. Это на строительно-экономическую и строительно-технологические экспертизы. Четвертый класс, как и второй, представляется лишь одним родом, то есть судебной экспертизой дорожно-транспортных средств. Это самый распространенный вид экспертизы из всех этих семи классов. Она подразделяется еще на пять видов, то есть транспортные средства, экспертиза транспортных средств, экспертиза именно самих дорожно-транспортных происшествий и также транспортно-транспортологическую экспертизу. Пятый класс, один из самых немногочисленных классов и включает в себя всего два рода экспертизы. Это технологическую и средства компьютерных технологий. Шестой класс, то есть класс судебных, экономических и товаровических экспертиз, подразделяется на два больших рода. Это судебно-экономические и судебно-товаровические экспертизы. В первый род входят экспертизы хозяйственных операций, бухгалтерские, финансово-кредитные, финансово-бюджетные экспертизы. И, наконец, седьмой класс экспертиз – это судебно-биологические экспертизы. В него входят также два рода судебных экспертиз – это биологические и молекулярно-генетические экспертизы. Несмотря на указанные недостатки, проведенная классификация сыграла большую роль в становлении и развитии самого этого центра судебной экспертизы. Центр судебной экспертизы был в Казахстане, образован в 1997 году в составе Министерства юстиции. И первым руководителем данного центра была Бычкова. Она же является автором учебного пособия судебной экспертологии. И именно центром судебной экспертизы представленная классификация имеет подвижный характер, как отмечает сама директор, вот первый директор этого центра, Бычкова. И она же этого мнения придерживается и в самом учебном пособии. Она считает, что если эти классы имеют подвижный характер, то они именно в ходе практической деятельности могут меняться. То есть, допустим, если в России еще эти классы подразделяются не только на роды, виды, но также и на подвиды. И поэтому она тоже обращает на это внимание и считает, если есть такая необходимость. Потому что сейчас очень много технологий, поэтому, естественно, чтобы более для тщательного изучения тех вопросов, которые ставятся перед экспертом, возникает необходимость и подразделения их, и на подвиды. И это обусловлено именно непрорывным развитием теоретических и научно-методических основ судебной экспертизы. На этой ноте мне хотелось бы завершить лекцию. Спасибо за внимание.